Хайо, гайз, с вами Мишмики. Мы продолжаем проходить группу по названию OMSERV. Ну что, в принципе мы узнали про Виктора, как он таким стал. А теперь мы с вами отправляемся в поиски выхода. Починки всего, что здесь есть. Срано, что музыка не играет. Так, нам нужно электричество включить, значит идем сюда. Но по сути теперь нам ничто не страшно, кроме галлюциогенового этого монстра, который за нами постоянно следит. И все. Как я понимаю. Просто идем, 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 идем. По искоркам. Странно, снова дверь эта с страшным секретом. Все закрыто. И что, ой, я тут ищу. Карточку. Так просто не бывает. Неправильно, я подсоединил. Так, ну ничего не вытаскивается, значит правильно. Может, с предохранителями что-то не так. Странно. Что у меня есть? Так, конечно, небольшая потасовка привела к замыканию генератора. Если наберу какой-либо отсюда выйти, нужно постараться ясно. Ничего не ясно. Это не отключается. Какой смысл тогда этот эффект не висеть здесь? Почему не работает? Я понять не могу. А что мне сделать надо? Этот я запустил, присоединил. Вентиль повращать не вращаются. Вернуться обратно надо. Может, мне тело нужно его убрать? О, карточку где-то. Дело в том, что якобы все сделал, что от меня просили. Задаетесь вопросом, как я это сделал? Не задавайтесь, ведь я тоже нихера не понял, что нужно было как-то ту херню поднять. Ну, значит, это уже не тот момент со шкафом. Ладно, пусть стоит. Походу, я сюда не должен был идти. Но мы попали сюда как-то. Как-то, но попали. Но все равно... Это не моя вина, это не моя вина. Дело в том, что... Я не понимаю, что от меня хотят. Да, видите, то есть я иду, и оно прогружается. Походу, я сюда иначе как-то должен был попасть. Чувак, у нас проблемы. Тебе надо как-то снять. Потому что я лично нихера там не понял, что мне нужно сделать. Возможно, я раньше времени типа механизм подключил. Так, за мной кто-то следит. Все равно непонятно. То, что мне сюда, это я понял в стопудов. Остальное что делать? Ну, мы поднялись. Тут ничего не работает. Тут ничего нет. Тут ничего не запускается. Щитков здесь никаких нету для переключения. Странно. Вот мне говорят, только здесь что-то. Так, панель управления. Так, панель управления. А! Натуре! Теперь это работает. Предохранитель сгорел. Нужно найти запасной. Надо найти запасной. Надо найти... Сейчас будет скремак, да? Ощущаю. А, теперь я типа должен узнать, какой предохранитель нормальный, да? Так, это 500-вольтовый, 600-вольтовый. 65. А в каком состоянии, не пишет, да? Ну ладно. Какой взял, какой взял, посмотрим. Запускаем. Походу, рабочий. А-а-а. И уходим. Ой-ей-ей, заработало. О, кстати, это же как раз то самое место, да? Куда я, по идее, должен был пройти. Ну вы поняли, о чем я. Здесь я как раз должен был отодвинуть, понять, что ящик это двигается. Но мы и без этого справились. Мы и без этого справились. Так, он там отдыхает? Отдыхает. А что сделал? А-а-а. Двойным челочком. Типа секретная стена. Ну окей. Короче говоря, призрака никакого нету. Так, тут свет какой-то странный синий. Хм. Так, а если там посмотреть? Ну я понял, что мне туда прыгать надо. Может, тут где-то что-то еще открывается. На всякий случай проверяем. Блин, а найдите здесь комнату в натуре в подвале. Лабиринт целый. Так, у нас в принципе единственный выход это вниз. Как акашка. Упали как акашка. Если свет мигает сюда, это специально гейм-дизайнер. Или нет. Кто-то кого-то здесь подкармливает. В канализации. Ну я не думаю, что за нами уже кто-то будет охотиться. Ведь в натуре, если мы не в состоянии нахождения в чем-то, в чьей-то голове, значит на нас никто не должен нападать. А зверь, он уже все, умер. Который за нами все это время охотился. Единственное, в натуре вот уголюники сейчас могут у него происходить. Пока мы будем идти по прямому. Но это... Это логично. Что будут скримаки, когда просто прямой. О, мы вышли. Мы куда-то вышли. Так, нашел убежище с Виктором. Если он и забрал что-то из квартиры Адама, то, скорее всего, спрятал вот это здесь. Какое ужасное место. Трудно поверить, что это кто-то здесь жил. А, ну как раз, да, это вот маски из его воспоминаний. Так, изделий на заказ. Искусственная кожа овчина. Зарегистрированный материал. Сплейсер, псих и нарик. Ничего такое сочетание. Изделий на заказ. Берлейский медный сплав. Хромонеклееное сплавом. Обнаружен с нами. Обнаружена... Толбняческая палочка. Но мы не такой, мы еще находили... Или это она? Нет, то было из соломы, что-то такое. Тоже из проволок? Немножко из соломы. О, я вижу там компьютерную игру. Значит, здесь есть игра. Список продуктов. Привет. Разжился новым клиентом. Его интересует довоенное передающее оборудование. И ему есть чем заплатить. Не обязательно из упаковки, но он должен быть в рабочем состоянии. Вот список. Антенна 88А. Цель, которую я... Ты просил на прошлой неделе... Ни на что негоден. Негодный. Мне удалось восстановить антенну, но... Приемник сломан в дребезги. А все остальное к черту заржавело. Где ты вообще взял эти барахло? Вы копал на мусорке? Естественно, клиенты не станут платить за такой хлам. Мне пришлось предложить ему скидку на мой прием товара, чтобы мы могли остаться в деле. У тебя чертовски надежная почва под ногами. Мой мохнатый друг. Выкинешь еще один такой же фокус, и тебе придется искать нового дилера. Роб. Пожалуйста, прекрати. Виктор. Это... Нелепый фарс. Нужно прекратить. Сейчас же. Мама и папа в шоке, и я вполне понимаю. Одно дело, вся эта одержимость генным сплайсингом, но посылки, которые ты шлешь им, а им, что бы они тебе, по твоему мнению, не сделали, это чертовски жестокая сторона. Вик, ты мой брат, и я буду любить тебя, даже если ты вырастешь себе третью ногу или несколько рогов. Но прошу, оставь маму с папой в покое. Если ты хочешь, чтобы они приняли тебя таким, какой ты есть, просто поговори с ними. Поговори. Помоги им понять. Я знаю, ты не псих, поэтому вернись к своей семье. Мы тебе не враги. Надеюсь, ты скоро свяжешься со мной. Анка. Одолжение. Привет, приятель. Получил твое сообщение. Честно говоря, оно немного пройти в худший момент. Последние несколько месяцев были очень тяжелые. Элиза снова потеряла работу и ребенок на подходе, и поэтому я пахал в две смены, чтобы хотя бы чуть-чуть отложить. Мы хотим подключить малого, как только он родится. Короче, извини, но у меня просто нет таких денег. Не то, чтобы я не доверял тебе, я знаю, что ты вернул бы. Просто в этот раз я почти не могу. Надеюсь, ты что-нибудь придумаешь. Держись, Мэтт. По скриптам. Разве твои родители не при деньгах? Я слышал, они переехали в район класс Б. Даже ты не можешь попросить у них. А, разве ты не можешь попросить у них? Я приду за вами. Уважаемые господи, компания Баларт. Генетик и аргументация. Глубокое впечатление тем, что вы недовольны результатом вашей геносплентинской терапии. БГА привлекает только лучше в своей сфере. Специалистов используются ультра-современные оборудования, чтобы удовлетворить все потребности наших пациентов. Однако мы полностью признаем право наших пациентов на чрезвычайные высокие ожидания. Даже если говоря, объективно они окружают нералистичными. Хотя мы не можем предоставить вам все подробную информацию относительно вашего лечения. Мы хотели бы напомнить, что в тех случаях, когда требуется использование генетического материала, вымерших видов, в данном случае волка обыкновенного, ваши эксперты компания уникальны элементами из вашей генетической библиотеки. К сожалению, мы не можем предоставить вам список видов доноров, либо подтвердить или опровергнуть то, что определенный вид привлекается к процедуре. Мы также хотели бы напомнить, что вышеперечисленные положения сформулированы недвусмысленным образом в договоре заключения перед процедурой. Наконец, мы обязаны сообщить вам, что обвинение в злоумномерении, злома ДНК слишком серьезно, чтобы легкомысленно выдвинуть его на обладание, обидительное доказательство. Любые неоснозные обвинения в ряд БГА предъявляются публично или в дальнейшем. Перспективы. Будут рассматриваться как клевета и повлекут за собой немедленное обращение в суд. С уважением, отдел поддержки на пациентов БГА. В ремастере, чтобы вы понимаете, текст кажется немного лучше. Если я не ошибаюсь. Так, естественно, альтернатива. Мы беседуем с Джон Бестером, белорусский директор компании Беллард. Генетик и аргумент о будущем персонализации, модификации и страхи перемен. Том Турбо. Господин Беллард. Джон Себастьян Беллард. Назовите меня Джоном. Джон, позвольте обрисовать вам гипотическую ситуацию. Допустим, вашему сыну исполнен с 18. Он приходит к вам и говорит. Отец, мне не нравится мое тело. Я собираюсь пройти к парню в БГА, чтобы они выросли мне щупальцы на лице. Что ж, если у него будут средства оплатить процедуры, я заплачу. Заключу, что он очень умный молодой человек. Поэтому я с радостью выслушаю его и поставлю понятие его решения. Вы уклоняете от ответа. Я просто хочу ответить, насколько несправедлив вопрос. Демагоганна всегда легко сказать. А если бы это были ваши дети? Но в действительности подобные разговоры ведут уже сотни лет. Когда начали кибернетические революции, появились люди, которые заявили, что мы все обречены. Что мы зашли слишком далеко. Сто лет назад трансгендерные чуролицы чуролицы ловно неудачников или ошибок природы. Что, к счастью, выглядит нелепо. По сравнению с стандартным всегда найдутся лицы, которые боятся перемен. Но что, если мы достигли этапа, когда демагоги, кстати, спасибо за словечко, окажутся правы. Если есть ли предел, заложен ли он в генах. Один мудрый человек как-то сказал, что для нас бояться генетических исследований все равно, что древние китайцы боятся воздушных змеев. Потому что однажды они могут превратиться в самолет, нападающий с неба. Мне кажется, это верно даже сегодня. В том, что касается изменений человеческого генома, мы едва поцарапали шкарлупу. И все же, сейчас это раскручивает словно новейший модный тренд. Мы видим, как подростки рискуют жизнью, чтобы сделать это необратимое изменение. Не в БГА. Мы лечим лишь взрослых. Да, в них с соглашением. Это, конечно, хорошо, но технически ведь доступно, разве не так? Птичка вылетела из клетки. Да ладно, Том, вы провоцируете меня прибегнуть к аргументу. Не ружья убивают людей. Мне лишь интересно, считаете ли вы ответственным раскручивать это, словно некоторые модные веяния? Я вас умоляю, вы сами сказали, что процедура необратима и сопряжена с определенным риском, пусть и небольшим. Вы праве думать, что кто-то может принять такое решение, меняющее всю жизнь, просто из прихоти. Вы постоянно употребляете слово «лечение». Почему? Потому что оно вполне точно отражает суть. Разве я хочу сказать, что ведь никаких болезней при этом не лечится? Конечно, лечится, честно говоря, я поражал, что мне приходится объяснять это вам, Том. И да вы думаете о болезни, вы явно представляете чисто физической недуги. Я, разумеется, не хочу вас обидеть, но мне кажется, что такой образ мыслей вполне справедливо называть средневековым. То есть вы утверждаете, что превращение человека в генетические гибрида – это разновидность психотерапии? Я утверждаю, что все, что помогает человеку уютно чувствовать себя в собственном теле, не следует сразу же отвергать. Итак, мы должны бросить в этом омут с головой. Здоровый скриптизе неуместен. Я редко встречаю здоровых скептиков. Намного чаще это приближает два предупреждения и закрытым умов. Я лишь прошу не демонтизировать, а чего бы не понимать. Вы считаете себя пророком времени? Смеется. Я считаю, что я устал. Это была очень напряженная неделя. В таком случае оставлю вас в покое. Спасибо за интервью. Благодарю за беседу. А, это где он смотрел и брал кожу? А, нифига, это ноги у него так... Какое животное, да? Ну что, а поймем мы мечом, поехали. Последний уровень. Опять эти чертовы пауки. Не, не хватает стен. Ни хрена себе. Опять эти чертовы пауки. А, тю, я думал, мне просто пауков надо убить. Опять эти чертовы пауки. 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 ну это последние к сцена до кстати это пойди отсылка на фильм какой-то когда я тоже посмотрел одним и мечом несколько фильм опять приходит тот человек из зеркала его голос так успокаивает словно шепот листьев на ветру он единственный понимает меня единственному не все равно он показал чего мне не хватает что мне еще предстоит сделать но то о чем он просит достаточно ли я силен конечно же это трус виктор снова встряют довольно разговоров ужасно человеческая речь и ранит мне горло я больше не могу выдавливайте себе эти слова пришло время действовать ткани животного обнаруженные гнил листые бактерии . записывающим устройством бобси нет нет пожалуйста только не это этого не может быть это все не по-настоящему папа какого хрена папа ты там что это за идиотская игра папа я все чужие голова не подключайся адам адам ты там твоя помощь есть место под названием святилище адам адам просто попробуй связаться со мной еще раз проклятие так мне уже коробина что давайте я не знаю либо в этой серии закончим ладно погнали все-таки сходим он говорит голову адам лазарский давай поехали ну а тут парень в очках это и волшебт ну а тут парень в очках это его все о но есть это мы безмеи так нужны чтобы начать проверку безопасности это я лазарский доступ разрешен имя адам лазарский старший научный сотрудник нефигаси так главное хранилище данных корпораций херон а мне откуда знать стоп я не могу выйти 13 57 что за звук 0 очков о музыка из игры так подошли мы мы в игре добро проживать в систему защиты воспоминаний адама ты видишь это потому что ты хочешь видеть то что я хотел бы тебе показать сиди тихо и наслаждаться своей последней поездкой готова осторожно умри умри о нифигасе прикольно так ставьте монету куда береги голову ух ты шьем ее смысле ух ты шьем ее ух 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 а в смысле в смысле по мне попали ух ух я должен перемещаться в лево вправо это типа гоночки ух 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 а в смысле ух а в смысле ух 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 о подожди я не могу это как старых в играх пошаговая игра а это но это в натуре так как алдарус короче дал свитки это знаете как в думе было внимание угроза здесь вводится лекарство ну да на самом деле не такой что ухо 6 минут всего лишь там отсылка кстати было тетрис потом ну пошаговые эти стратегии ну рпг игры потом гоночки ну как не гоночка это шоу ворачиваться хорошо так человеческая голова сигнала жизни не обнаружено и проход открыли куда-то проход хотите можем на этом закончить если что я объединю поэтому всем пока пока и